Добрый день, дорогие зрители! Моё имя Феном, и сегодня я вам предлагаю третью часть моего прохождения Компании Warhammer 40 000 Down of War Итак, в предыдущей части мы, скажем так, перешли в наступление после защиты космопорта в первой части Во второй части мы напали на орков в диких местах вне имперских городов И мы сумели убить нескольких орочьих нобов, которые считаются лидерами для орков И предотвратили контратаку на космопорт И в конце мы видели очень странный момент, когда в библиарии Изодора было то ли видение, то ли ещё что-то Но он это, скажем так, не принял лучшим образом Итак, посмотрим, что из этого всего получится дальше И так, как вы думаете? И так, как вы думаете? Только что слышали Похоже, орков тут намного больше, чем мы рассчитывали И нас наверняка ждёт ещё больше тяжких битв Как-то очень странно то, что перед началом миссии нам говорят о том, что мы должны приготовить защиту, пока ничего не происходит Но я как-то сомневаюсь, что нам бы дали миссию во время, когда ничего не происходит Ладно, продолжим О, как видим изменения на карте Итак, мы теперь почти что в центре карты Обозначенные чёрным вороном С каплей крови посередине И видим, что, ну, здесь видим подтверждение того, как много орков находится в этой местности Мы видим, они нападают со всех сторон Со всех сторон и больше всего, конечно, нападают на столицу Они окружают её и с севера, и с юга И так же с запада Ладно, начнём миссию Маттил, вторая команда, чтобы заманить эти здания на стороне маркетинга Поехали! Маттил, брак Тантьюс, возьмите 9-й команда и закрепите наши защиты на нашу северную флангу Мы требуем операционную операцию Маттил, брак Тантьюс, возьмите 10-й команда и закрепите нашу северную флангу Маттил, брак Тантьюс, вы нынешне, колонель. Но я хочу, чтобы вы поднимите свои герои на эту местность, где они могут концентрировать свою защиту Но если мы заберем западу? Мы не можем держать спецпорт, colonel. Мы должны максимизировать нашу защиту в одной локации, чтобы уничтожить победу. Не ошибайтесь, что-то простой манер для ступидности. Они гораздо более правильные, чем они может выглядеть. Сейчас, пойдем. Да, мой лорд. Я не согласен с этим курсом действиями. Почему мы стоим вверх, ждем, чтобы уничтожить, чтобы уничтожить? Мы должны отражаться! Возможно, это лучше, чем делать ничего? Вы должны уничтожить 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 в открытом месте? Это будет ужасно. В Кодеке Астатеса написано, что эта ситуация вызывает для защиты. Конечно, вы правы. Может, patience здесь лучше будет. Брянцы, уничтожили городу. Эта преступность не будет стоять. Мы будем бороться! Да, мой лорд. До того, чтобы последний орк уничтожил. Да, мой лорд. Турреты тяжелые болтеры были доступны для нас. Будьте уверены, чтобы поставить их защитную силу в силу. Лендминсы сейчас доступны для поставки в наших партах. Репортим, сэр. Следующие ордеры. Итак, все из того, что случилось именно то, о чем я говорил. Кажется, что все очень хорошо, но в реальности оказывается, что все очень хорошо. Орксы сохранят структуру на стратегических точках. Мы должны бросить их защиту и донести орксу их обеспечения. Здесь, чтобы служить. Проследовая позиция на объект. Инициализируем протокол. Здесь, чтобы служить. Здесь, чтобы служить. Если все делали, строить рутинь 7-1. Выглядит, что... Похоже, что ситуация очень... очень даже плохая. А мы будем пытаться защитить эту... эту территорию. Как-никак. Кодекс Астартес требует... подобной... подобной ситуации. О! Вот уже и поехали. Эй! Не трогай моего парня. О, отлично. Башни готовы? А, это противотанковые отряды. Ещё лучше. Вот чёрт. Так. И в этой миссии по... вооружим наших... имперских гвардейцев... эээ... гранат... гранатомётами, чтобы они могли стрелять на дальней дистанции... эээ... врага... да... похоже, что у нас здесь вообще очень... 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 и очень... тяжкая ситуация. эээ... отошлём туда наш новый отряд космодесанников. Так. подойдём немного назад, чтобы перстские гвардейцы могли бы нам помочь. Так. 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 Возьмём здесь тяжёлые пулемёты для наших десантников. Так. Должен был быть... А! Чёрт! Ладно. Библиарий пойдёт... на северную точку. Более северную и командир пойдёт на более южную точку. Так. Похоже, здесь мы обосновались. Кое-как. Так. Сейчас исследуем эту технологию, чтобы мы могли... вызвать ещё больше отрядов. Похоже, в этой миссии они нам и впрям... понадобятся. Здесь довольно-таки много орков. Так. Захватили точку. Очень хорошо. Библиарий здесь. Первый путь на дороге к заболеваниям. Я выяснил нескольких причин? Какой он сейчас спокойный, по сравнению с тем, какой он был в заставке? Как-то очень странно он себя ведёт, если честно. Казалось бы, что... что человек, который имеет телепатические способности и прочие... прочие подобные способности, что он будет, ну, более спокойным и уравновешенным. Но это... очень даже не так. Так. Захватим... эти точки. Так. Обустроим вот эту точку так же, как... как другую. А, да. Гранатомёты определённо правильный выбор для этого... выбор специального оружия для наших гвардейцев, потому что... ну да, орки не держат удара... этой артиллерии... почти как артиллерии даже. Так... что очень... что ещё я могу сказать? у нас очень не хватает ресурсов. Улучшили этот пост. Было бы неплохо улучшить и южный пост, но... опять же надо дождаться... средств. не надо дождаться. 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 все-таки постройка туралей тоже... стоит своего 75 энергии. ну да, поэтому у нас её и нет. хотя вообще-то... у нас здесь сейчас достаточно туралей, чтобы... чтобы удержать орков. поэтому... соберём наши войска в один кулак. и пойдём... в середину. так, у нас есть огни. очки! так, давай... пойдём по центру. так, тут вроде всё... в рабочем состоянии. здесь построим следующий туралей. да, здесь есть... есть чем заняться, скажем так. так, ещё два отряда десантников. так, ещё два отряда десантников. ого! как-то нас очень тяжело поход с оли... ворочи постройки. они пытаются сконцентрировать огонь на одном и тем же отряде. в том же отряде. ай, похоже... они нас отвлекают ещё. воспользуемся специально... способностью. красава! орки полетели. каждый в свою сторону. это мне нравится. так, похоже центр. теперь контролируем. орки полетели ровно. откуда-то ещё... эээ... обычные жители... местные жители ещё сбывают... выбежать. ничего себе! десять тысяч! эхм... ну да, это немного перепон. мою ловить рекордомический б problème estou к нам. это очень плохо. нам нужны. отряды с ракетницами. и, они нам нужны сейчас. и, они нам нужны сейчас. так, похоже, мы уничтожили эту банкетку. которая... только что здесь появилась... так, нужно ещё. генераторов. Нужно улучшить эти посты тоже, но нужно максимальное количество ресурсов, потому что эта миссия уже не шуточна. Добавим сержантов к отряда. Да, чертовы орки. Так, построили еще один генератор. Быстро, быстро, быстро. Так, у нас есть улучшение. Система наведения. Бионика. Черт. Ну что, вы заплатились там, ребята? Вы же все-таки космодесантники, блин, но не какие-то там придурки. Жестоко, жестоко все это. Так. Да, еще у нас есть энергетические мечи и плазменные пистолеты. Ага, последние двое. Эти двое для сержантов и командиров. Неплохо. Черт, какие удобные. Это делает мощные удары по морали. Надо быстро с ними разобраться. Отлично. Разобрались быстро? Не бойся, Псайкера. Извини, но... Но увы, я с тобой не согласен. Псайкеров нужно бояться. О, вот черт. Оказывается, что работники в этой версии все-таки стоят очки контроля. Нам нужно укрепить эту центральную позицию. О, вот это уже немного посложнее. Похоже, надо будет сразу взять эту точку. Следующая центральную точку. Ах, здесь мы просто косим орков вправо-влево. Посмотрим, как у нас с потерями. Не очень хорошо. Второй третий отряд. С ними, похоже, все в порядке. А, можем исследовать граната. Это хорошо. Увеличим количество тяжелого оружия в отрядах. И улучшим систему наведения и бионику. Скажем так. Улучшим наши отряды для максимальной эффективности. Так. Отлично, здесь мы закончили улучшать позицию. Ну ладно, здесь я построю еще одну турель. Чисто для безопасности. Так, врачи шмара, где вы тут еще? Прячьтесь. Враги нападают? Нет. Тут у них прохода точно уж нет. Вот черт. Так. Отлично, передавая точка захвачена. Так. Сначала пойдем. Пойдем на западные точки. Так. Отвезем здесь наших десантников на фланг. Так. Тут похоже они неплохо укрепились. О, нет, 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 нет. О, нет, нет, нет. О, нет, нет, нет. О, нет. Но теперь у нас уже есть такая, скажем, финическая масса десантников и мы можем... О, черт. О, нет, это только отряд из четырех стрелков, поэтому я думаю мы могли бы даже ремонтировать и дождаться момента, когда пост улучшится с пулеметом. Так, тут похоже все. Больше знаний я здесь не вижу. Да, в начале нам сообщили то, что мы можем воспользоваться минами, если честно... О, черт. Если честно, это не очень полезно, по крайней мере сейчас. У нас здесь сравнительно узкий проход и враги не могут массово нападать со всех сторон. Поэтому они особо нам не нужны. И даже если, например, наши юниты стоят на минном поле и в то же время на них нападает кто-то... Так, извиняюсь. Ну да, если наши юниты стоят на минном поле и на них быстро налетает отряд ближнего боя, тогда взрывы от мины, я думаю, могут и повредить нашим отрядам. Поэтому лучше придержимся... Придержимся лишь к турелям. Нам больше там ничего не нужно. Так, отбили эту орочевую отданну. Ребята, у вас же ракетница. Давайте соберитесь. Последнюю. Сейчас заберем последнюю стратегическую точку. Но в начале построим здесь турель. Увы, мы не можем еще раз улучшить наши посты. Но ничего, я думаю, посты первого уровня против обычной пехоты удержатся. Заходим, заходим для атаки. Не-е-е-е-е-е-е. Хм. Так, мы уничтожили, эээ, уничтожили, постройки, которые создавали юнику. Ух ты, ну сейчас начнётся веселье. Поставим пулемёт на эту... Ах! Охуительный... Машина войны. Чёрт, мы потеряли нашу точку. Надо отойти к этой точке. Так, здесь немного поленился, не построил... Не построил пост. Тут... А, да, чёрт с ним. Отряд скаутов нам понадобится. На этот раз. Так, кушаем производство энергии. Хотя у нас её и так много, но... Лучше это сделаем. Откуда-то здесь палит артиллерия, я не могу понять. Как это... Как это происходит? Так, мы можем пытаться опять укрепиться здесь на передовой. Так, скауты готовы. Вперёд, захватите. На эту точку. Так. Сейчас у нас построится... Культ машины. Мы сможем заказать ещё дреднаута. Так, у нас похоже... Три прохода из города. Возьмём ещё два отряда... Десантников. Оснащим их плазменным оружием. Разделим отряды наших воинов на равные группы. Так, по одному отряду с ракетницей, огнемётом, тяжёлым пулемётом и плазменным оружием. И тогда пошлём их по двум крайним... По двум крайним проходам и дредноутов мы пошлём по... Посередине. Так, пусть они сразу идут сюда. Так, первый отряд десантников готов. Ну, походу... Эти какие-то... Ущемлённые танки... Могут стрелять... Как артиллерия. Вот что мы делаем с такими сооружениями. Так, походу один дредноут уже построился. Сейчас ещё один построится. Большие улучшения мы сделать не можем. Так, плазменное оружие. Центу. Это будет второй отряд. Первый отряд будет... Первый будет отряд капитана Джонса. Второй отряд будет... Библиария Изадора. Так, ну ладно. Пошли в атаку теперь. Первый. 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 Так, это второй отряд. Похоже, они... Их неплохо потрепали. А не, это ещё... Отряд плазменного оружия. Похоже, сам Изадор потерял одного юнди из своего отряда, но это ничего страшного. Итак, мы смяли... Смяли эту сопротивление... На севере. Захватим сейчас эту сочку. Здесь тоже всё уже раскромили. Я даже не видел, что тут произошло. Так. Пост, пожалуйста. Это улучшение. Это сюда. Ах да, улучшение... Улучшенная оптика, улучшенная бионика и улучшим оружие сержантов и командиров. Западают где-то. Для императора. Я улучшу тех, кто передо мной. Оно. Неплохо оснащены. Наверняка у них... Ну да, у них огромная ударная мощь. В ближнем бою у них есть ещё пулемёты. Даже мини-ганы, можно сказать. И... И ещё они... У них есть огнемёты. Так что это, скажем так, мобильная платформа убийства. Жесть. Хорошо, что они на нашей стороне. Так, мы... Я думаю, мы готовы для атаки. Значит, вперёд. Посмотрим здесь. Примерно сюда. Что-то мне подсказывает, что именно по центру будут... ...самые большие проблемы. Посмотрим, орки выложили мины здесь или нет. Так, они не могут противостоять концентрированному огню. Тобава уже первый отряд... Не, второй отряд всё-таки. Будет продвигаться вперёд лучше, быстрее всего. Но этих ребят вообще никто что не может остановить. Они стреляют в этот... В эту танкетку с противопехотного оружия. И всё равно они... Всё равно они очень быстро с ними расправляются. А иногда вот такие парадоксы... По крайней мере, мне кажется, это парадоксами. Так... Часто такое случается, наверное. Так, ребята, вы что опять застряли? Опять хотите потусить в яме? Как в предыдущей миссии. Двигаем, двигаем, двигаем. Так... Посмотрим, где уже у них может... Где у них главная база? Ага, ясно где. Позже второй отряд сейчас прямо выйдет на эту базу. Мы посмотрим, что у них тут. Да, вот и главное здание. О, много, как всегда, их-них военных баннеров. В начале казалось, что будет довольно-таки сложно, но после того, как мы сумели окопаться и отбить их начальные атаки, всё, скажем так, всё стало довольно-таки просто. Трэдноут. О, о, какая! Великолепная анимация убийства. Ха-ха. Жесть. Да. Мы снова контролируем весь город. Отлично. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...